Но когда вы сами же не признавали свободу Карабаха, Арцаха, как вы его называли, и сами же не включали его в территорию вашей страны, то вы, ребята, пытались и рыбку съесть, и на рыбку тоже сесть. Но как только мы смогли бы из-под этой угрозы уйти, то есть угроза уничтожения отпала бы, мы снова начали бы, так, ты кто, ты вчера где там работал, кадыровцем был, ты еще там кого-то пытал, а ну-ка ты иди сюда, а ты что, а ты помнишь, что ты тогда вот в интервью говорил вот об этом, а у тебя там, в общем, сразу и религиозные, и в общем, всевозможные моменты придут. Поэтому, а так, если же ты задашь вопрос, а вот сейчас без всего этого вот готовлю, и там лично ты, Тумсо, или где-то другие люди простить, вот, допустим, какие-то моменты, сделанные такой-то личностью, такой-то личностью, я скажу нет. Так, неудобный вопрос. Ты опираешься на резолюцию ООН, когда говоришь, что Карабах это Азербайджан, но ведь Чечня это также международно признанная территория РФ, и в чем тогда заключается смысл твоей деятельности Тумсо Джан? Я уже столько раз на эту тему отвечал, дискутировал, что мне просто неохота сейчас снова в это заходить. Все-таки сейчас вопрос Карабаха и Армении, он не актуален, поэтому я на эту тему с тобой сейчас не буду дискутировать. Я просто скажу одно, когда ты борешься за свою правду, в нашем случае это борьба за свободу, за независимость, то тебе плевать, что там сказано в международном сообществе ООН и так далее. И вот то же самое должно было быть у вас, но когда вы сами же не признавали свободу Карабаха, Арцаха, как вы его называли, и сами же не включали его территорию вашей страны, то вы, ребята, пытались и рыбку съесть, и на рыбку тоже сесть. Поэтому в этом плане мы говорим, вы сами определитесь, ребята, если это независимая страна, вы должны ее в первую очередь признать как независимой. Вы этого не сделали. За все эти годы вы не признали Арцаха, как вы его называли, независимым. За все эти годы вы не признали его частью Армении. И почему вы требуете это сделать у меня, у чеченца, который, в принципе, далек от этой темы, у которого свои проблемы с огромной страной? Почему вы приходите ко мне с этими просьбами? В общем, ребята, давайте, пожалуйста, лишите нас вот этой абсолютно ненужной нам сейчас темы. Так, it's that time. Ахмед Закаев очень активно работает в медиа и дипломатических сферах, а участвует в движениях за независимость нацменьшинств. Почему чеченцы в изгнании не объединяют свои усилия? Тот, кто хорошо работает, и если он делает хорошую полезную работу, мы таким людям желаем только удачи и успехов в их поприще. Почему чеченцы не объединяют свои усилия? Здесь работает психология. Не может общество по щелчку пальца как-то объединяться. Всегда существует какой-то фактор, который этих людей объединяет или объединит. Как правило, таким фактором является какая-то агрессия, общая угроза для целого народа. На разных уровнях эти объединения происходят под влиянием каких-то факторов. И это всё напрямую связано с самоидентификацией человека, народа, общества. Когда, например, нам с вами задают вопрос, скажем, вот, например, возьмём меня, как пример. Если меня, я выйду на улицу, где-нибудь там в магазине в Швеции, меня какой-нибудь человек спросит, ты кто? Вот он задаст только вот этот вопрос, да? Он два слова сказал, ты кто? Как мне ответить ему на этот вопрос? И вот, понимаете, этот ответ мой на этот вопрос, он будет зависеть от того, кто мне этот вопрос задаёт. Когда меня об этом спросит не чеченец, я ему скажу, что я чеченец. Хотя он вроде бы не спрашивает меня, да, он не конкретизирует свой вопрос, он не говорит, ты кто ты по нации, откуда ты родом, он не спрашивает. Но первое, что приходит мне в голову ответить в этой ситуации, я ему отвечаю, что я чеченец. То есть моя самоидентификация. Но, когда, допустим, меня чеченец спросит, ты кто? Я не скажу ему, что я чеченец. Тут уже работает другой уровень самоидентификации у нас, внутричеченский, понимаете? Если, например, на каком-то вообще другом уровне, там где-нибудь, я не знаю, на каком-нибудь мероприятии, где собрались, допустим, христиане, меня спросят, ты кто? Я скажу, что я мусульманин. То есть здесь уже самоидентификация еще другого уровня. И, соответственно, с этим связано и то, как люди объединяются. Когда есть угроза уничтожения народа, как по признаку, что это чеченцы, то есть геноцид чеченцев, как, например, это было в 44-м, чеченцы и ингуши, это очень серьезно объединило и чеченцев, и ингушей. Мы стали моментально единым целым, объединились против этой общей угрозы. Как только эта общая угроза с нас спадает, у нас начинаются внутренние какие-то распри. И вот это вот уже автоматически, почему это связано с самоидентификацией? Потому что мы начинаем уже на вот этом уровне самоидентифицировать себя по-разному, кто-то по тейпам, кто-то по ингуш-чеченец или внутричеченского общества, из такого-то тейпа, из такого-то села, в общем, очень много таких моментов. И, соответственно, здесь начинаются какие-то претензии, предъявы и все такое. Чтобы эти люди потом снова могли вместе объединиться, оставив какие-то свои разногласия, опять нужна какая-то внешняя угроза, уничтожение или что-то иное. В общем, здесь работает обычная психология. И сколько бы мы с вами не били себя по голове, задаваясь вопросом, почему мы не объединяемся, но мы не объединимся, потому что у нас очень много претензий друг к другу, слишком много всего сделано за это время, сказано, люди очень серьезно подорвали свои репутации. И сейчас перешагнуть это, чтобы об этом забыть, и несмотря на все это с этими людьми что-то делать, для этого у нас должна быть очень серьезная мотивация. И такой мотивацией, к сожалению, является только угроза уничтожения. И вот там люди тоже это понимают, в Кремле. Они понимают, что если они такую угрозу организуют, что мы моментально объединимся, они это знают. И там объединение вообще на любых уровнях. Там и те, кто с Хадыровыми сегодня, если будет вопрос, представьте, если стал бы вопрос, что Кремль хочет всех чеченцев, людей, идентифицирующих себя как чеченцев, уничтожить, то здесь сейчас не было бы вообще каких-то разногласий. Мы бы сразу же сказали, так, все, оставляем все, что между нами, будем разбираться завтра. Сейчас каждый чеченец должен выступить против возможного уничтожения. И моментально появилась бы иллюзия вот этого объединения, что мы все одно целое. Но как только мы смогли бы из-под этой угрозы уйти, то есть угроза уничтожения отпала бы, мы снова начали бы. Так, ты кто? Ты вчера где там работал? Кадыровцем был? Ты еще там кого-то пытал? А ну-ка ты иди сюда. А ты что? А ты помнишь, что ты тогда вот в интервью говорил вот об этом? А у тебя там, в общем, сразу и религиозные, и в общем, всевозможные моменты придут. Поэтому, к сожалению, это не в наших с вами руках вопросы объединения. Только какие-то факторы смогут этому поспособствовать. А так, если же ты задашь вопрос, а вот сейчас без всего этого готовлю и там лично ты и Тумсо, или какие-то другие люди простить, вот допустим, какие-то моменты, сделанные такой-то личностью, такой-то личностью, я скажу нет. Я скажу нет, потому что мы уже натерпелись, навиделись, понимаем, к чему это поведет завтра, поэтому, конечно, нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok